В череде майских праздников теперь добавился еще один. Самый массовый по масштабу, самый большой по размаху подготовки – праздник, затрагивающий каждого знаменца. День города. С этого года свой день рождения знаменск отмечает 2 мая. Перенос празднования с зимы на весну – идея, несомненно, удачная. А зимой, наоборот, нам хочется дома сидеть с пирогами, возле телевизора, а весной, наоборот, хочется погулять, и душа просит праздника. Начался праздничный день на новом стадионе, который и был главным подарком к 48-й годовщине. Несмотря на то, что начало мероприятия было запланировано на 10 часов утра, народ начал собираться еще задолго до назначенного часа. Трибуны, рассчитанные более чем на 4000 человек, забиты до отказа. Много и тех, кому сидящих мест не досталось. В общем, как говорится, яблоку упасть было негде. Как принято на больших городских праздниках, сначала слово для поздравления предоставляется первым лицам. Я думаю, этот праздник всем жителям очень полюбится. Это то, что у нас было 10 лет назад. Вы прекрасно помните обвалищейся трибуны, а сегодня присутся на современном европейском стадионе. Этот праздник всегда нас объединял. Всегда мы собирались с своими детьми, с родственниками, с друзьями. 48 воздушных шаров. Ровно столько лет сегодня отмечает наш любимый город-знамец. Волнительный момент официальное вручение подарка – ключ от стадиона. И, как сказал глава города, он не для того, чтобы стадион был на замке. Напротив, им стадион открыли для всех горожан. Дорогие друзья, хочу ключ вручить в надежные руки руководителю детской спортивной школы. Это один из лучших коллективов нашего города. Думаю, что этот ключ никогда не должен применяться. Ворота стадиона должны быть открыты. На этом подарки не закончились. Можно даже сказать, только начались. По традиции, в день рождения города лучшие из лучших наших земляков удостаиваются высокого звания почетный гражданин Знаменска. В этом году голубую ленту с золотой надписью, полагающейся по статусу, получил директор художественной школы Вячеслав Росляков. Я горжусь тем, что сегодня восклицательный знак моей работы жителями города городским советом, советом депутатов поставлен. Я буду служить прекрасному до победы, как сказал Достоевский. Красота спасет мир. Делайте добро людей. Добрый мир будет и прекрасный. Спасибо всем. На этом официальная часть закончилась. А праздник продолжили выступления воспитанников детско-юношеской спортивной школы, учащихся школ и гимназий города, юноармейцы, кадеты, барабанщицы. Все номера сделали праздник ярким, красочным и запоминающимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще один большой подарок знаменцам – концерт губернаторского ансамбля «Песни и пляски». Этот коллектив уже давно полюбился жителям города. И в этот праздничный день выступление пришлось как нельзя лучше. В общем, тем, кто не поленился с утра пораньше прийти на стадион, пожаловаться было не на что. Мероприятие вызвало море положительных эмоций. Очень понравилось. Концерт очень хороший. Дети хорошо выступали. Прекрасно. Мне очень понравился праздник. Город Знаменск мне подарил сегодня истинный день рождения, потому что было весело, было здорово. Понравился губернаторский ансамбль, понравились наши дети. Все прекрасно. Вообще, изумительный праздник. Я считаю, что для знаменцев это прекрасный вечер, это прекрасная атмосфера. Все люди просто-напросто отдыхают душевно. Дай Бог всем здоровья, счастья, любви. Жить и процветать в этом городе. Вечером праздник продолжится на площади Королёва. Свои музыкальные подарки горожанам подарили наши знаменские артисты и гости из Астрахани. Рок-группа «Казино Рояль». С праздником, друзья!